Просим вас приложить правую руку к экрану. Перспективы единственного за Уралом производства фольги из графита оценивают чиновники, общественники, промышленники. Этот минерал нагревают, благодаря чему он увеличивается в объеме в десятки раз. Затем из него формируют пластины, получается фольга. Ценные продукты для производственного цикла самого Барнаульского завода и для других предприятий. Порядка 50% выпущенной графитовой фольги будет применяться у нас для внутреннего потребления на заводе, то есть непосредственно в цехе промышленных уплотнений для производства спиральных прокладок и различных других уплотнений. Другая часть, то есть порядка 50% оставшаяся, будет продаваться на рынке в виде графитовых листов. Фольга для нефтяников, газовиков, энергетиков. Алтайским предприятиям теперь не нужно заказывать этот материал из центральной части страны, уж тем более за рубежом. Здесь производят до 30 тонн продукции в месяц. А еще новый цех – это новые места. Пока здесь 5 сотрудников. А при переходе на круглосуточный режим рабочих рук станет больше. Производить графитовую фольгу будут 17 человек. У нас талантливый народ. Я вот по своим ребятам, супер наладчики, приезжают бошевцы, это номер один в мире, и говорит, отмечает, что у вас очень высокий кадровый потенциал всех – инженерам, рабочих, наладчикам и так далее. В год прирастут они объемом выручки 150 миллионов, хотя по бюджету это ощутимо будет. 30, почти там 6 миллионов – расчетная цифра, годовой объем дополнительных доходов бюджета. Небольшой для края проект, но он очень важный, потому что он открывает возможность для других предприятий. Объем инвестиций в проект превысил 60 миллионов рублей. Существенную помощь оказал Фонд развития Алтайского края. Открытие этого цеха – второй этап на пути предприятия к полному циклу производства терморасширенного графита и уплотнительных материалов из него. 5 лет назад мы запустили один цех, потом мы запустили по прокладкам, сколько лет назад это было? В прошлом году. В прошлом году, да, то есть это вот мы помним, да. То есть тогда еще как бы так острый вопрос не стоял по импортозамещению. На сегодняшний день, если посмотреть, благоприятные времена наступают для производителей, для российских, для отечественных, но только для тех, кто готов производить качественную продукцию, отвечающую всем требованиям современного рынка. В следующем году в новом цехе планируют выпускать готовые продукции на 100 миллионов рублей. К 2024 году при выходе на круглосуточный режим работы эта цифра станет в два раза больше – 200 миллионов рублей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.